Добрый день, коллеги. Меня зовут Всеволод Карипанов, я работаю в Уран. Хочу вам рассказать сегодня про теоретику и кайковые подходы к решению задачи распределения ресурсов с неполной информированностью. Задача следующая. Сначала базовую задачу рассмотрим. У нас есть центр, у нас есть определенная количество ресурсов. Этот ресурс бесконечно делим. Значит, следующее. У нас еще есть агенты. Агентарь. Агентарь хочет иметь имеющийся ресурс. Светлана. Да. Можно сказать, что погромче стоит? Да. Вот это вот. Скажи, что-то. Светлана хочет распределить имеющийся у него ресурс между агентами. Так, чтобы в сумме распределялся весь ресурс и любые пропорции распределения нам доступны, центры доступны. Сколько ресурс, я уже сказал, бесконечно делим. Как он хочет распределить этот ресурс? Что ему? Без разницы, как его распределять? Нет. У каждого из агентов есть функция полезности. От того ресурса, который он получил. Это неважно. Пока. Ну и задача центра – это максимизировать сумму полезностей агентов. По ИЦА. Ну и допустимое множество вообще. По какому множеству мы оптимизируем? Позначено через А. Ну, извиняюсь, это совсем для коллегии. Значит, это будет вектор всевозможных распределений. Таких штурсов, они дают весь ресурс, но и не отрицательный. Вот задача. В принципе, она оптимизационная. Если центр знает функции полезности всех агентов, при условиях, ну, при хороших условиях, что функция полезности выпуклая, можно решить задачу оптимизационную. Но мы рассматриваем ситуацию неполной информированности. Даже больше неполной системы. Сейчас что-то на максимум это меньше? Да. Ну, тогда лучше не выпуклость, а вовремя, то есть… Ну, я не веду выпуклость. Скажем, вверх и вниз. Вверх не бывает. Ну, хорошо, вовремя. Ну, пожалуйста. Значит, центр не знает функций полезности игроков. Мы можем сказать следующее, что у нас есть множество функций полезности, из которого мы знаем, что из этого множества функций, мы знаем, что функции полезности каждого из агентов принадлежат этому множеству. Еще мы знаем, вводим ограничения, что функции полезности вогнуты. Ну, и вводим ограничения на то, что решение оптимизационной задач при любых функциях полезности, при любом наборе функций полезности и агентов внутренней, то есть хотя бы один из иксов не равен нулю. Что? Сумная игра. Сумная игра. Сумная игра. Ну, да, это я и говорю, что на следующем случае у нас иногда, наверное, иногда неважно бывает, как такое время. Что мы можем сделать? Давайте спрашивать у агентов, что они еще хотят получить. Агенты сообщают в Центр Нью-Кейт свои заявки. Надо на основании этих заявок как-то распределять ресурсы. Будем называть это механизмом распределения ресурсов. Пласса. 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 Кхихс. Пласса. Механизм распределения ресурсов — это функция отображения. из множества заявок агентов в допустимое множество распределений ресурсов. S — это просто и карта предоведения всех сытых, а SET — это множество заявок каждого из агентов, которые он может подавать. В этом случае мы примерно смотрим ситуацию, когда ресурс, который получает каждый из агентов, равен пропорции относительно всех заявок остальных агентов. То есть мы пропорционально заявки агента выдаём ему ресурс. Что в этом случае происходит? Так как функции полезности мы считаем не только вогнутые, но ещё и возрастают. Строго вогнутые возрастают. В этом случае каждому из игроков просто выгодно говорить максимум свои заявки. Если это ограничено, он будет говорить. Заявка каждого игрока будет максимум по возможным заявкам из его множества заявок. Ну и так будет поступать каждый из игроков из агентов. В этом случае мы просто поделим ресурс пором. Поделим пором, если у нас множество заявок одинаковых у всех игроков. Это ситуация анонимности, когда все игроки, в принципе, одинаковые. Если мы их поменяем местами, ничего не должно поменяться. Ну, допустим, что мы разрешаем всем говорить заявку от нуля до из множества из адресков. Такая плохая ситуация. Мы не можем обеспечить максимум с помощью простого механизма распределения ресурсов. Так, это, в принципе, верно. Для данного случая множество функций полезности, когда они строго лопнутые и возрастают, это верно для любого механизма, у кого-то мы не будем. Такая эффективность не может быть достигнута. Ну, за исключением каких-то выраженных случаев. Что мы можем сделать? Давайте штрафовать людей за те заявки, про которые они бьют. Здесь у нас вводится еще некий механизм штрафов или платежей. И эти платежи его начитаются из функций полезности. То есть мы смещаем функции полезности. У игроков вот эта будет смещенная функция полезности игрока. Она будет равна следующая. В этом случае можно достичь эффективности. при условии, что игроки, например, выбирают свои решения в равновесии наших. Но тоже есть нюансы. Например, вроде бы, возможно, ситуация, в которой равновесие по нашим взаимодействия игроков, ситуация, в которой распределение ресурса будет эффективным. То, которое удовлетворяет центр. Но функции полезности у нас изменились. Центр хотел увеличить сумму исходных полезностей. Но у нас в итоге получается, что сумма уменьшается на величину штрафов. Тоже не очень хорошо, но мы можем построить, в принципе, такие ситуации, оправдывающие наши выборы. Можем, во-первых, сделать так, что сумма штрафов в равновесии нашей будет равна нулю. Если вы выбрали равновесии нашей, мы их гарантируем, что сумма штрафов равна нулю. Более того, можно сказать, что вообще у каждого из игроков сумма штрафов будет равна нулю, равновесии нашей. Чего более хорошая вещь? Последнее, наверное, не в общем случае можно использовать. А в какой общей случае? Ну, то есть, то, что сумму штрафов можно сделать нулю, это, наверное, это общая теорема. А вот то, что можно выполнить непосредственно, что Т и Т от С, там, все звезды разумные, это как-то не всегда так будет. Ну, есть механизмы, которые это позволяют делать всегда. Тем более, механизмы, ну, при условии, чтобы муниципалитет был. Для всех сразу? Для всех сразу. Муниципалитет? Нет. Вот, можно сделать три односторонности равном нулю. Да. Один и... Для всех. Именно в равновесии нашей. Для всех, когда, как бы, нету этого ТС вообще. Да. В равновесии нашей вот штраф исчезает. Мы, как бы, угрожаем людям, пока они не равновесии нашей. Когда они пришли в равновесии нашей, мы угрозу снимаем. Просто это, как бы, такая угроза. Если вы отклонились, мы сразу начинаем. В точке С звездочка? Да. Просто, по-видимому, один можно сделать и без С со звездочки. Для равновесии. Просто, что всегда сумму штрафов равняется нулю до всех. Да. Да. Второй вариант, когда мы можем делать вообще в любой ситуации, мы можем сказать, что сумма штрафов равна нулю. Например, я расскажу один инфинент, в котором, да, мы штрафуем людей, а потом перераспределяем все, что мы собрали, всем обратно. Так. Мы, честно говоря, не понимаем. Значит, Павлову, говорить можно сделать такой механизм, чтобы сумма Т и ЭТХТ до всех естово равна нулю. Давайте мы, вот, все С, примерно, осуществируем, а он начинает менять. Вроде Пи. Вот, получается, что-то первое должно быть и устоянным. А, нет, Ру, виноват. Виноват и С, холд. Так. Ну вот, я сейчас расскажу просто ряд механизмов, для которых доказано их хорошее свойство, то, что их существует равно и себе наши и единственные. Ну, и расскажу, как, что мы проводим с ними игры, и что мы видим, в реальных приложениях, что мы видим, как себя изучают эти механизмы. Вот есть механизм пропорционального распределения ресурсов. Вводятся штрафы, справа некоторому коэффициенту, можно на заявку игрока и на сумму заявок всех остальных. Это механизм, описанный авторами Янг и Хайк в 2004 году. У них даже более сложный механизм, где функции штрафа, они тоже обобщены на некий класс штрафов. Ну, вот мы рассматриваем такой. В этом механизме... Для этого механизма они доказали, что существует единственная равновесия нашей в игре, порожденные этим механизмом. И эта равновесия наша эффективна, то есть получается в результате распределения ресурсов эффективны. Социальная оптимуля. Социальная оптимуля. Социальная оптимуля. То есть она из земли, что является равновесия. Да. Одновременно. Дальше смотрим на штрафы. Что штрафы дают? Ну, штрафы тут не нулевые, даже в равновесии нашей. Но они доказывают, ну, в принципе, очевидно, и свойств равновесия нашей. Находят равновесия нашей, потом показывают формулу для штрафов, и доказывают, что штрафы стремятся к нулю при бета стремящемся к бесконечности. Ну, это, конечно, положительный эффект. Это сила штрафа, доказываю, докладываю для игроков. То есть, в принципе, если наш штраф достаточно сильный, мы можем обеспечить то, что мы не сильно теряем в социальной эффективности. Другой вопрос, что вот, если посмотреть на динамику, как люди договариваются в таком механизме, если мы рассмотрим повторяющуюся игру, когда игроки на каждом шаге делают свои заявки, получают какой-то выигрыш, в соответствии с этим механизмом, и решают, подавать ли еще заявки. И... Мне кажется, что-то как-то странно. Что? Ну, чтобы это стремится к бесконечности, и у нас прям штраф уезжает. Ясно, что тогда СИТа, наверное, не должна стремиться к нулю. Да. Но в рунвесе они стремятся к нулю. То есть, они от бета тоже будут зависеть. В рунвесной заявке. Просто там вот в этом механизме получается неопределенность как бы ноль на ноль, но она там расставается, да? Значит, в динамике получается, что если игроки пытаются договориться с помощью этого механизма, и, например, договариваются в том случае, когда их заявки уже не меняются, то есть они меняют менять заявки, потом им оказывается, что они свои заявки уже не меняются и к некому консенсусу. Можно считать, что вот эта вот итоговая заявка, мы берем ее как результирующую, и по ней считаем распределение ресурсов. В этом случае получается, что когда бета стремится к нулю, штраф очень маленький, игроки очень долго договариваются. Чем больше бета, тем больше они договариваются. то есть они начали с какой-то заявки неэффективной, на первом шаге начали с какой-то неэффективной заявки, и с течением времени они очень долго договариваются. Тоже нам не очень нравится. Если игроки не могут заранее рассчитать равновесие НЭШа, то есть они не знают функции полезности друг друга, то им придется очень долго договариваться. Все-таки они договариваются по средствам Центра, они друг к другу никакой информации не обмениваются. Если они ничего не знают друг от други, то единственный способ иммуникации это что-то сообщение Центру, а Центр выставляет на сходение заработки. И этого достаточно, чтобы именно как-то не знаешь, что сойти. Да. Ну вот, мы использовали этот механизм через Центр, и сообщаем Центру, и получается... Ну, правила, по которым действует Центр, они знают. Да, правила знают. Они? Они... Ну, в этом случае можно сказать, например, что правила лучшего ответа на каждом шаге, и Грок делает наилучший ответ на то, что был на прошлом шаге. Ну, такая модель, допустим. Он знает, что все равно не то, что будет. Знает, да. Но он не знает, в каждый шаг он не знает, что выберет такого оппонента. Поэтому, например, он считает, что то, что они выбрали на прошлом шаге, это... они не изменят своих заявок. Такая модель поведения. Можно предположить, что модель поведения следующая, что он смотрит на всю историю и выбирает, считает, что... ну, считает вероятность, грубо говоря, по выбору действий своими оппонентами. Смотрит, что вот этот оппонент больше всего выбирал заявку 5, значит, ну, вероятность, что он выберет ее снова. В таком случае они исследованы? В таком случае авторы не исследовали этот механизм, они построили некую модель поведения дифференциальную, при которой механизм сходится. А вот этот случай, который я рассказал с историей, это известная динамика поведения, но они для нее не доказали пока ничего. Это вопрос, как аккумулировать историю. Мы все равно не знаем, кого ждет Марклска. Просто надо правильно понимать концовку. Это как зеркальный спуск, его можно записывать как привычки, а можно, ну, то есть, без суммирования. Ну, ну, неважно, в общем... Но это вопросы уже поведения игроков. В базовой ситуации, когда они рассматривают вопрос существования Нэша, они считают, что игроки рациональны, знают все друг о друге, и тогда этот механизм позволяет решить задачу, что они могут рассчитать равновесие Нэшу. Но что, если они друг о друге ничего не знают, и возникает тогда динамика? Смогут ли они договориться при каких-то предположениях о их поведении? Да, вот авторы придумали немножко странную динамику поведения, но она просто вытекает из их механизма экспоненциально. То есть... Насколько я понял, что... Вот берутся... Игрок смотрит на историю выбора действия оппонентами и строит модель... Вероятность выбора действия своего оппонента непропорционально там, потому что сколько раз он выбирал это действие, а берёт ещё и экспонент в этот игрок. Но это тоже некоторым образом сводится к известной другой модели поведения игроков, но пока это не проделанно, не доказывает, что это так. То есть они придумали динамику, при которой, если исследовать, игроки соедутся. Вопрос будут ли игроки, если... Так... Другой механизм. Заявки игроков были одномерны. Каждый игрок сколько он хочет получить. Что если... Ну... Что если заявки не одномерны? Цисковая кардинка отложилась в какой-то механизм, где... Заявка каждого игрока это, по сути, распределение ресурса по всем игрокам. То есть мы спрашиваем у игроков, сколько ты хочешь, а каким бы ты хотел видеть распределение ресурсов вообще по всей системе? Немножко странно было. Это такая адаптация механизма игроков с холидерами. Это некоторые не будут сильно разрешены? Не, мы спрашиваем... Мы спрашиваем полностью. То есть человек должен сказать весь якорь. В принципе, там можно потом немножко упростить этот механизм. Значится ресурс, который выдаётся игроку. Вот. Давайте, да, давайте. Следовать значениям. Это будет... Средний из тех заявок, которые все агенты сообщили о нём. Сколько он сам себе хочет, сколько он просит. Все остальные. Мы усоединяем эти заявки. Это считаем тем ресурсом, который не даётся. Ну да, здесь. Сейчас. Требовало одно ограничение, что вот вектор заявок, который даётся каждый из агентов, в сумме должен давать не больше, чем в нашей ограничении. То есть мы здесь позволяем такую ситуацию, что игрокам на самом деле не надо больше. Не надо. Сумма тех ресурсов, которые нужны игрокам, она меньше, чем тот ресурс, который есть. Штраф игроков тоже усложняется. И несколько. Сейчас наведём прямой штраф игроков. И вот. 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 Вот практичное правило штрафов. Ну, на самом деле, это просто мы на основании заявок посчитали распределение ресурса. и считали эвклидовое расстояние от распределения ресурса до заявки игрока. Эвклидовое расстояние квадратии. Ну и умножили на некую же силу штрафа в этот положительный фрецент. И итоговые штрафы игроков мы считаем как прямой штраф, а дальше мы собранные штрафы всех игроков мы их с неким коэффициентом альфа перераспределяем обратно всем. Если альфа равно одному, мы, получается, весь собранный штраф делим по роду и всем отдаем обратно. То есть центр ничего от игроков на самом деле не получается. Сначала он их штрафует, а потом все эти штрафы собраны и возвращает. В этом механизме мы видим сразу, что сумма всех штрафов равна нулю при альфа равна. То есть мы получили сбалансированный механизм. Эффективность системы никак не платится. Не только в равновесии Nash'а, но и вообще в любой ситуации. То есть это равновесие Nash'а, когда одинаковые все, да? Одинаковые станки. Ну когда все одинаково к другому приписано? Мы равномерно распредменили сумму, правильно? Нет. 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 В равновесии Nash'а, да, для этого механизма дальше доказано, что существует и равновесия Nash'а, оно единственное, и является нижней точкой двойного отображения наилучших ответов. То есть если мы рассматриваем динамику, что есть начальная точка, в которой все стартуют игры, они делают каждый наилучший ответ на нее. И потом делают еще один наилучший ответ, то вот такая динамика двойных наилучших ответов, она сходится к равновесию Nash'а. Но равномерно. Не равномерно, да? Если мы берем динамику одних, а динарный наилучший ответ, то получится... Расходимости не получится. Это значит, очень проблемерно, но уже каждую свою функцию. А, ну, каждый сайт наилучший. Да. Вот, если мы берем динамику одного наилучшего ответа, то такая динамика не сходится к равновесию Nash'а. Ну, в строгом смысле, то есть если вы уписываете определение, она, конечно, сходится, но есть нюансы. А если мы берем динамику двойных наилучших ответов, то можно доказать, что она строго сходит. Руна Синеша есть, достаточно простая динамика, на лучших ответов она сходится. Достаточно хорошая механизма. Что тут ещё? Это Руна Синеша является одновременно социальным оптимом и находится здесь решение задачи минимизации суммы, полезности. Правильно? Оно не находится, оно находится из описания этого механизма, в равновесе наше находится. Но механизм так построен, или так выбран, что в равновесе наше получается эффективное распределение ресурсов. То есть опять мы построили эффективный механизм, который более-то розбоносил. И при простом предположении о динамике игроков он не сходится. Социальный оптим. Да, социальный оптим. Но при этом понятно, что заявки игроков не будут равны с эффективным распределением ресурса. Каждый всё равно вытягивает одеяло на себя, но в итоге получается, что распределение ресурса оптимальное. Если написать, ну я так сейчас ульгарно напишу, не совсем точно. Заявка каждого игрока это будет его ресурс, который ему даётся в эффективном распределении, плюс некая дельта. Ну а его заявка для себя, а заявка оба старых игроков будет наоборот. То есть в принципе они тянут одеяло на себя каждый, но при этом при вот таком правильном распределении ресурса у нас всё хорошо. Такой ресурс в итоге получается эффективным. Вот. Да, есть ещё один механизм. Сейчас я посмотрю успеваю. Ну, эти механизмы, они все пришли, там, из механизма дизайна, теории игр, теории организационного управления, которые у нас был хох вновь, как я заявляю. Есть, мы сейчас посмотрели на механизм, пришедший из задачи децентрализованной оптимизации, распределённой оптимизации, дистрибьюзации. Механизм Бойда. Он учитывает историю, то есть здесь вот все эти механизмы, они вот история никак не зависит от игроков. То есть то, что сейчас есть, никак не зависит от того, что сейчас было в динамике. Механизм Бойда, если можно так назвать, скорее это алгоритм, он учитывает историю игры. И мы на него тоже обратили внимание и проверили, в том числе с ним, ряд игр. Вот этот механизм. Этот механизм, мы так называем, механизм Гросселидиарда, потому что, на самом деле, очень похож на механизм Гросселидиарда, просто адаптированный к задаче распределения ресурсов. Механизм Бойда. Там заявки игроков опять одномерные, каждый заявляет, сколько он хочет получить. При этом механизм распределения ресурсов получается очень простой. Сколько ты просишь, столько ты получишь. Но механизм штрафов будет уже еще сложнее. Какая-то текущий шаг в группе, заявка на текущем шаге, заявка на предыдущем шаге. А если на всех ресурсов не хватит? А Бойда исходит из того, что это алгоритм, и он сойдется к эффективному распределению ресурсов. Ну, по-моему, тоже алгоритм. Могут просить? Да, но мы как бы сначала запускаем алгоритм, он работает, и в результате доказано, что он получает эффективное и допустимое распределение ресурсов. Мы хотели посмотреть, как люди себя ведут с таким механизмом, который вроде как люди могут в итоге просить себе больше ресурсов, чем есть. И значит, где Y? Как 3 минусы? 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 То есть штраф, в принципе, растет, если у нас заявки игроков в сумме больше, чем меньше всего ресурсов. Вот такой механизм, алгоритм поведения. То есть для роботов все понятно. Мы программируем роботов, которым говорим, что на каждом шаге делать наилучший ответ на предыдущий шаг. Этот механизм очень быстро сходится к эффективному распределению ресурса, все хорошо. Ну вот мы тоже решили посмотреть, как он себя ведет на практике. А почему он его называет Михаил Самургольдер? Он где это предложил? У него в статье, да, есть как раз, он сначала описывает свой алгоритм распределённой оптимизации, потом говорит, что вот давайте теперь перейдем к задаче экономической. Ну, в статье, которая нужна информационная машина? Я думаю, да. Он там рассматривает экономические задачи и говорит, что вот этот алгоритм, он, в принципе, для экономических задач тоже подходит. Поэтому мы, естественно, решили посмотреть на него тоже. В итоге мы смотрим, решили поиграть то, что мы с вами вчера делали, поиграть с реальными людьми, как они в этих механизмах себя поведут. И посмотрите, вот в этих условиях с реальными людьми механизмы, обладающие, вроде бы, рядом хороших свойств, один лучше другого там, один. Будут ли они вести себя тоже хорошо? В итоге мы имеем механизм Янгер-Хайка, механизм Гроф-Солидиарна и механизм Боди, который называется... Ну, в общем-то, мы сначала поиграли с механизмом «наш», которого Николай Грагин предложил. Оказалось, что очень редко игроки приходят к той ситуации, когда ресурсы распределяются эффективно. Печально, но что делать? Видимо, игроки... Мы посмотрели на графики, заявки игроков, они такие очень хаотичные. Потом посмотрели на простейшие динамики поведения. Ну, то, что... Допустим, что игроки ведут себя наилучшим образом. По динамике наилучших ответов на каждом шаге отвечают наилучшим образом. Оказалось, что процент шагов игроков, которые соответствуют этой динамике, он там редко дотягивает до десяти и то, если мы вводим погрешности. Это достаточно. Десять процентов погрешности, тогда процент тех шагов, которые соответствуют динамике наилучших ответов, он будет дотягивать до десяти. Не очень приятно. Потом посмотрели и просто увидели, что там куча итераций, игроки просто не меняют свои заявки. Ну, и оказалось, что процент таких заявок — это пятьдесят, при приглядении погрешности. Пятьдесят процентов заявок у нас такие, что игрок просто не меняет свои заявки с предыдущего шага. Ну, или там, чуть-чуть. Тоже странно. Потом, ну, вот мы провели, как раз в пятнадцатом году, по-моему, может, в конце четырнадцатого еще года, мы провели игры полностью по схеме механизмов. Более того, мы сделали механизм игрок солидарды редуцированный, когда игроки заявляют заявку только для себя, поскольку это точный ресурс. А заявки для остальных считаются просто по минимизации штрафа, только не для этой формулы, это формула для Гойда, по минимизации своего штрафа. Механизм редуцированный оказался получше. То есть процент итогов, в которых ресурс распределяется эффективно, он повысился, но тоже не очень сильно. Ну и оказалось, что вот эти механизмы Ян Хайка и Бойда приводят к не лучшему результату. Пока нам кажется, что даже к лучшему, но еще там сложно о чем-то говорить пока. Более того, у Бойда, как вы заметили, распределение ресурсов может быть не то, что неэффективным, а недопустимым, в основном, и больше, чем тот ресурс, который у нас имеется. Поэтому пока такие предварительные результаты, что люди не ведут себя как-то профессионально, скажем так. Второй результат, что механизм при таком поведении людей, которые мы наблюдали, студентам в основном, они не сходятся к эффективному распределению ресурса, экономиссию дальше. Ну и третий результат, который мы сейчас как раз над которым мы сильно задумались, это то, что на самом деле в динамике игроку выгодно, допустим, сообщать всегда заявку «дайте мне все», чем если он будет стремиться оптимизировать свою заявку. В случае, когда он сообщает заявку «дайте мне все», он получает больше, чем разноясение нашего. Но, получается, эффективность опять нарушается, эффективность социума. Ну и более общим получается такая штука, что если игрок, допустим, что у нас типы игроков, функции полезности, имеет некий параметр, помимо ресурса, который он получает, имеет параметр, который он зависит. Ну и будем считать, что параметр действительный, положительный. И, например, что чем меньше параметр, тем эффективным распределением ресурса игрок будет получать больше. Такой свой выбор. Если параметр одного игрока меньше, чем параметр другого, то он получит больше эффективного распределения ресурса. Оказалось, что вот эти механизмы, они неустойчивы к тому, что вот игрок, имеющий тип 2, он начинает себя вести как игрок, имеющий тип 1. Получает в итоге больше ресурса, больше выигрыша. То есть, в итоге, вообще, если переходить к пределу, то все игроки начинают себя вести как игрок 1 с минимальным типом, и ресурс распределяется опять порно между всеми. Опять неэффективная ситуация. То есть, к такой манипуляции эти механизмы неустойчивы смотреть результаты. Ну, то есть, наши игры как-то нам помогали это продвинуться. Найти вот такую вот штуку, такое свойство. Все, спасибо. Сейчас, а в чем игра-то заключалась? В чем игра? Да. Вот вы говорили... Ну да, но все-таки как реально? Что за функции? На что играли? Да. Два режима игры. Во-первых, что игроки выиграют? У нас повторяющаяся игра. На каждом раунде игроки задаются без заявки. Игроки выигрывают то, что они получили на последнем раунде. То есть, бывают ситуации, когда... Они в виде чего получают выигрыш? Да. Да. Выиграют некие баллы, да, скажем? Софи. Ну морально угловно твори. Ну морально, твори. Но я не могу представить. Вот. Они выиграли эти баллы. И в одном случае, мы студентов на зачет. Та оценка, которую ты получишь, она играет на твой зачет. На оценку-зачет. Ну вот так. Я думаю, ты все еще и на деньги играешь? Потом мы и начали играть на деньги, когда начали общаться там с коллегами нашими и с коллегами западными, они сказали, ай-яй-яй. Зачи, потом мы и начали играть на деньги как эта шанс... Да. В науке имеется в виду на деньги не так, что мы собрали со всех деньги, а то, что у нас есть деньги действительно, фондовые или какие ещё, и мы их в результате игр платим игрокам за их выигрыш, то есть стимулируем их на активные раздумья. А вот эти функции, это что такое? Функция полезности. Функция полезности? Да. Что значит что-то? Что можно. Суторон, которая возникла, соответствовала этим функциям полезности, то есть как каждый игрок оценивает себя. Может, вы же не знаете изначально? Мы назначали каждому игроку его функцию полезности. Изначально? Да. Мы моделируем ситуацию, что у тебя функция полезности такая, у тебя другая. Но считаем, что как бы это назначение оно анонимно для всех. Ну то есть я знаю свою функцию полезности, но не знаю не свою, не знаю другую функцию полезности другого игрока и центр не знает функции полезности. Центр, грубо говоря, заменяется просто инхронизмом, который все сделается. Ну вот для студентов мы рассказывали такую штуку, что вот есть преподаватель, у него количество часов, которое он может прочитать, ограничено. 115 часов мы считали. Есть три студента, которые надо как-то распределить, и это время преподавателя. То есть преподаватель может заниматься с каждым студентом только индивидуально. А студенты имеют разный уровень базовой подготовки. Один без лекции преподавателя сдаст экзамен на тройку, другой на колку. Такая ситуация. Ну вот функция полезности игрока, это вот тот балл, который он получит от тех часов, которые мы уделили. Тот балл на экзамене, который он получит от тех часов, которые он проведет с преподавателями. Можно на вопрос? Все-таки вы в своих играх, вы участникам говорите, во-первых, что игра конечная, во-вторых, что они получат то, что они выиграют в последнем раунде. И говорите про последний раунде. Все-таки в этих моделях там, наверное, имеется в виду бесконечная игра, то есть восходимость. Когда игра конечная, то они могут первые 19 итераций хитрить так, чтобы минимизировать свой штраф. А в конце загнуть такое число, как бы обмануть всех. И в итоге, конечно, не сойдется. Ну, такой вариант возможен, такие варианты были, действительно, некоторые студенты так играли. А что делать? Ну, бесконечно играть мы их не можем. Нет, просто не говорите, когда игра закончится, и суммируйте все выигрыши, по всем играм. Ну, тоже возможный вариант, да, но пока мы начали с конечной игры, потому что говорим, что вам дается там 150-120 раундов, чтобы договориться. Ну, и просто в реальности же все выигрыши можно и не нужно поставить. Ну, что значит важны? Мы говорим, что вот вы договариваетесь, а когда вы договоритесь, тот результат мы и возьмем. проводит много игр, наверное, подавляющее большинство, когда действительно выиграешь эту сумму, выиграешь ко всем раундам. То есть игроков стимулирует на каждом шаге думать очень хорошо. Или, может, очень плохо, потому что они на каждом шаге боятся. А мы тут говорим, что давайте, как бы, сначала пошатайте систему, посмотрите, что она себе представляет, подумайте. Потом выиграете то, что вам нужно. Да, пожалуйста, еще вопросы. Спасибо.